Сегодняшний выпуск начнем с философской фразы. Звучит она так, если где-то прибыло, значит где-то убудет. Не успели мы порадоваться снижению цен на бензин, явлению для наших реалий непривычному, как тут же все стало на свои места и кое-где расценки могут подрасти. Сразу несколько крупных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки в областном центре, заявили о намерении поднять стоимость проезда. Насколько возрастет цена, пока не ясно. Каждый предприниматель предоставляет свои расчеты, которые зачастую зависят лишь от его аппетита. Стоит отметить, минус замедленного действия под пассажирские перевозки подложило законодательство. Дело в том, что тарифы на осуществление этого вида деятельности могут быть регулируемыми, и в этом случае расценки устанавливают органы государственной власти. Но вот нормативов и способов расчета в законе нет. Поэтому подавляющее большинство иркутских операторов пользуются нерегулируемыми тарифами. Проще говоря, сами решают, за сколько им выгодно работать и когда повысить цены. Единственное условие о своем намерении они обязаны предупредить муниципалитет за 30 дней. Последнему остается только попытаться договориться с бизнесом. На данный момент ведутся только переговоры с перевозчиками. Администрация города против повышения цены. И хотел бы заявить, что муниципальные перевозчики, троллейбусы, трамваи, автобусы муниципальные повышать оплату за проезд на данный момент не будут. То есть оплата останется такой же 15 рублей. Напомним, последнее повышение цен в общественном транспорте произошло меньше года назад. В мае проезд подорожал с 15 до 20 рублей днем. Поездки после 8 вечера перевозчики оценили в 25 рублей. Тогда, как и сейчас, расценки на муниципальном транспорте не поднимались.